Так выглядит победа неравнодушных людей. Из 15 дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2018 году, ровно половина списка с портала Добродел, где граждане могли голосовать за то, чтобы именно в их двор зашла строительная техника. И хотя до начала работ довольно далеко, строить планы самое время. А сегодня мы собрались уже по проектам благоустройства на 2018 год. У нас дворовая территория, дома 45 и 48, выиграли конкурс, который проходил по линии Добродела. И в этом году мы должны подготовить проект благоустройства этой дворовой территории. На встречу представители жильцов пришли не с пустыми руками. За годи всем миром обсудили, что именно хотелось бы увидеть в обновленных дворах и представили это комиссии. Обсуждая эту проблематику в чате нашем, мы пришли к общему списку пожеланий, которые мы передали администрации сегодня. Хочу сказать, что администрация все наши замечания выслушала, все наши пожелания обсудила с нами. Дворовые территории двух домов 45 и 48 в поселке Развилка вошли в перечень объектов благоустройства на 2018 год. Конкретных предложений у жильцов немало. Мы обсудили создание, запланировали создание парковочных мест внутри двора. Также мы проговорили возможности обустройства парковочных мест с внешнего периметра, в том числе устройства тротуара, ливневой канализации. Данные вопросы, все наши пожелания были записаны. Пожелания были не только тщательно записаны, но и отчасти визуализированы. Теперь этот документ станет точкой отсчета для проектировщиков. Мы вот сейчас на съемке все нарисовали. Теперь мы будем проекты разрабатывать, согласовывать еще раз жителям и вывешивать на официальном сайте. Естественно, как в любом обсуждении, не обошлось без острых углов. Но мнение жителей домов в том или ином случае было в приоритете. Несмотря на погоду, сегодня жаркие споры у нас были, чему быть на территориях домов. Главное мнение жителей. Надо делать то, чтобы было комфортно проживать на этой территории. Следующая встреча с жителями состоится в декабре. Граждане настроены пристально следить за тем, как будет идти работа на всех этапах. Мы в любом случае будем следить и контролировать проведение результатов, итогов нашей встречи. По крайней мере, результаты обнадеживающие, поскольку мы проголосовали на портале Доброделы. И наши территории, наших домов были включены в благоустройство. Подобные активные граждане не могут не вызывать восхищения именно такие люди, настоящие хозяева своих домов, делающие свою жизнь и жизнь соседей лучше. Максим Козлов, Иосиф Гринберг, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.